Всем привет за канале, с вами Аркадий и сегодня я продолжаю играть в игру под названием Everlasting Summer или Бесконечное Лето, для кого как Я сейчас в халатике, я помылся Так что вот так вот, немножко сырой Но бодр и свеж И заваренный чаек И ванчай с мятой А, на манюк Что ж В прошлый раз мы с вами нашли Шурика вместе со Славей Вернулись, чуть не получили людей от Ольги Дмитриевны Пытался вспомнить ее отчество Потом проснулись Пошли умываться, решили помыться Там мы увидели с вами Блин Ульяну и Блин, как ее, Алису Они что-то там извозюкались И решили помыться, покупаться Ну, мы их увидели голенькими Ну, мы сами голыми были и из куста выглядывали А нас заметили И за нами побежала Алиса Ну, логично, что она побежала Она быстренько оделась и за нами побежала Бежали мы через плу... А, нет, не через площадь Мы сразу в лес убежали Надеюсь, мы скрылись Потому что бежали мы, не оглядываясь Ха Что ж Смогли мы убежать или нет Мы сейчас узнаем Поехали А, стоп, 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 стоп Сразу проверить Сразу Сразу, блин Контент сразу включено Я позже раз включал, кстати И почему-то сбилось Поэтому увидели черные фоны Оказывается, там тоже были сцены Ё-моё Ладно Спустя несколько минут Остановился Чтобы отдышаться Погони, похоже, не было Значит, мне всё же удалось спастись Однако Ценой этому стали Исколотые И исцарапанные в кровь ноги Надеть ботинки Это времени вообще не нашлось Я сел на пенёк и вздохнул Через некоторое время Уже одетый Я выбрался из леса Кстати, мы Вонтик как-то немного Но Близись в прошлый раз со славей И даже Слух признается ей в любви Но Уже её рядом не было Что сейчас было странно Так что Надо со славей В следующий раз встретиться Я Больше хочу её видеть Чем Алису Через некоторое время Уже одетый Я выбрался из леса Нужно решить Что делать дальше Ноги болят Значит Мне прямая дорога В медпункт Но С другой стороны Живот тоже ждать Ждать не намерен Может быть Стоит воспользоваться Приглашением электроника Или пойти в столовую Вдруг Что-нибудь осталось Ага Медпункт Кухня Кружки Ай Блин Ну там они будут Да Электроник Вместе С Шуриком На кухне У нас Сто процентов Будет ждать Ульяна И Али То есть На куда Ульяна И Алиса В медпункте Нас возможно Будет ждать Славя Или Лена Ну и Виола Медсестричка Так что А вот Хрен его знает Они Нас кстати Электроник Приглашал А вот Медпункты На кухне Никто Причем Они пацаны Они поймут Они Подержат Они Похлопают По плечу Так что Пойдем На кружки Это самое Сейчас безопасное Место Так И все Да Ааааа Аааа 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 Они же тут живут Получается Они сейчас Пойдут Кушать А вот Еще А Нет Не душевая Мы же Где Умывалики Так Мы живем Здесь Значит Недалеко Так Мы же Это туалет Мы же Туалет Да Да Душевая Котел Кажись Мы сюда И пошли Ага Ну Надеюсь По дороге С ними Не встретимся Так что Туда Есть Хотелось Просто Безумно Я всегда Трепетно Относился К своему Здоровью Но Трепетнее Всего В те Моменты Когда Становилось Уже Совсем Не в Моготу А сейчас Ходить Я мог Ноги Почти Даже Не болели Следовательно Ступни Сами Заживут А вот Голод Ждать Не будет Я решил Воспользоваться Продолжением Электроника В конце Концов Зная Местных Пионеров Можно А кружок Кибернетики Мне все же Кое чем Обязан Шурька Мы нашли Так что Он нам Обязан С такими Мыслями Подошел К заднюю Клуба Фоберен Сразу Вспомнил Первую Серию Как Здесь Я окончил И отсюда Еще Ульяна И Лена Выбежали А Ульяна Напугала Кузнечиком Лену Изнутри Доносились Крики Я присутствовал Но ничего Разобрать Не смог Ой Блин Ой Блин Ой Да Блин Ну Это Хотя Б Ульяна Она Вообще Так Радостно Скрикну Что Типа Она Готова Хоть Перед Нами Хоть Голой Всегда Быть И Ею Ничуть Не Стыдно А Это Походу Если Это Кужок Электроники Кибернетики И Все Такого Получается Это Катушка Медная Катушка Отдай Не Отдам По комнате Носилась Ульянка Даже Держа В руках Моток Проволки А за ней Бегал Шурик Ребят Мне Как-то Даже Неудобно Вас Прерывать Но Отдай Они Не обратили На меня Ни малейшего Внимания Не Отдам Увлеченный Погой Шурик Проскочил Мимо Меня Чуть Не сбив С ног Эй Ульянка Весело Смеялась И Нарезал Круги По Комнате Интересно Зачем Ей Эта Пролука Вообще Сдалась Тем Временем Руководитель Кружка Кибернетики Еще Вчера Казавшийся Безумным Выглядел Вполне Нормально Можно Даже Сказать Свежо Но Это Вряд Ли Помогло Ему Поймать Ульянку Она Была Меньше Изворотливее Быстрее Да И Вообще И Вполне Могла Загонять Его До Измножения Эй Хе Ульянка Подскочила И спряталась За мной Шурик Жек Громко Хлопнул Дверью Вышел Обиделся Эй Ты Чего Не Поймаешь Не Поймаешь Она Постаяла На Электронике Который Все Это Время Лишь Молча Наблюдал За Глупой Болтовнёй И Показала Ему Семён Отбери У неё Проволку А Чего Это Она Вам Собственно Вообще Сдалась Пауки Что Ли Мало Он Пытался Поймать Ульянку А Та В свою Очередь Прятала За Мной Он Вправо Она Влево Он Влево Она Вправо В конце Концов Эта Ситуация Мне Порядком Надоело И Я Ловким Движением Выхватил Пауку Ульян Отдай Отдай Обиженно Закончала Она А Вот И Нет Хват Хулиганить Я Поднял Поволку Донковой Так Что Ульянка Своим Ростом Никак Не Смогла Достать Спасибо Ну И Ладно Она Фыкнула И Отвернулась Да Зачем Она От Тебя Вообще Сдалась И Твое Тело Ульянка Хитро Подстроила На Меня А Хочешь Я Сем Расскажу Что Ты Я Зажал Ролос Рукой Потащил К Выходу Ладно На Пора Уже Глупо Хихикая Сказал Я Электронику А А Зачем Приходю То На Ульце Я Отпустил Брыкающуюся Ульянку Слушай Ну Ты же Понимаешь Что Это Недоразумение Тем Более Ты Его Сама И Построила Ничего Не знаю По Факту Ты За Нами Подглядывал А А Что Подумай Только Дмитриевна С одной Стороны Мне было Абсолютно Наплевать Что Про Это Скажет Вожатая Но С другой Стороны Все Против Меня А Мое Положение В Подобной Ситуации Попадать Не Стоит Ладно Может Мы Договориться Сможем Ой Блин Че Ты Подумала Ульянка Че Ты Аж Покраснела От Своих Мыслей Она Задумалась А я Знаю А я Уже Почувствовал Недоброе Ты Принесешь Мне Туполку Но Зачем Она Тебе Санадом Ну Ладно Допустим И Тогда Будешь Молчать Честно Пионерская Верилась Есть Трудон Но С другой Стороны Это Всего Лишь Моток Повоки Почему Будет Не Попробовать Ну Это Ульянка Она Крикуни Она Болтливая Так что Лучше Подкупить Ее А хотя А вдруг Это Паука Важно Поменять Пауку На Пацанов Чтобы Баба Молчала Так Отказаться Вдруг Это Будет Какая Выходка Потом Они Нас Подставят Вместе С Алисой Не Я Откажусь Нет Никаких Пауках Хват Туже Тогда Я Все Расскажу Да Это И так Все Расскаж Или Алиса Да Ну Тебя Конечно Как будто Я Во Все Виноват Виноват Ты За Нами Подглядывал Да Не Подглядывал Я Хотя Как ни крути Подглядывал Алиса Так Не Думает Она Много О Чем Не Так Думает И Ольга Дмитриевна Тоже Не Оценит Знаешь Что Я Начал Выходить С С С С С Хочешь Рассказать Иди Прямо Сейчас Зажался Не Забудь Также Добавить Что Я Виноват В Дефолте Мировом Кризисе Глобальном Потеплении И Про Библиотский Платоп Тоже Помяни Да Ладно Тебе Так Реагировать Я Пошутила Пошутила Я Внезавтра Понял Что Действительно Слишком Завелся Шутки Дурацкие Что Мне Каждый Раз Догадываться Серьезно Ты Или Прикалываешься Да Ухмыльнулась Она Так Веселее Улянка Развернулась И побежала В сторону Площади Моша Рукой На Прощание И все Таки Невозможно С ней По-человечески Я Вдохнул И вернулся В помещение Кружков Электроник Что-то Сосредоточен На мастерил Теперь Я Совсем Разобрался Думал Может Ты Меня Чем Угостишь Как Обещал Мой Тон Звучал Несколько Заиски Заискивающе И это Меня Просто Збесило Я Конечно Не настаиваю Просто Раз уж А Сейчас Он Оторвался От своего Занятия И достал Из стола Пару Булочек И треугольник Кефира Прошу Благодарю Пока Я Влечено Ел Электроник Ни на Секунду Не Отрывался От своего Приспособления Он наматывал На катушку Пороку Которую Я Отнял Ульянки А Что это Катушка Индуктивности Индуктивности Ступай Вступай В клуб И Будешь Все Знать Он Пойдет На Меня Глаза И Хитро Улыбнулся Подумаю Конечно Куда Я Вступать Не Собирался Но С учетом Того Что Он Меня Все Накормил Можно И Пойдет Которую Которую Выпил Весь День Споводен Ты Что Я Не предлагаю Пить Это Нам На Протирку Оптики На Протирку Блин Внутри Утробно Эх Электроник Че Ты Скрываешь Че Скрываешь Если Был Был Чистый Спирт Я Б Тебе Поверил Но Там Водка Столичная Понимаешь Это И Причем Ты Это Так Тайно Мне Подтянул Что Это Точно Не Знает Вожатая Ольга Дмитриевна Сто Процентов Ясно Я Дал Ему Пакет Тогда Я Пойду Обязательно Приходи Еще Конечно Конечно Как Только Выпить Захочется Я Вообще Если Честно Последний Раз Я Пью Алкоголь Только Вузе И Потом Отказался Потому Что Поразмыслил А Зафига Я Это Пью Ну Вот Просто Зафига Ведь От Алкоголя Даже В малых Дозах Все Вновь Хреново Будет Организму Да В малых Дозах Тоже Будет Хреново Никакие Малые Дозы Не Полезны Это Миф Вот Так Вот Живите С Этим На улице Я задумался Зачем Он Вообще Показывал Лодку Голод Незапно Напомнил О себе Конечно Булочки Кефир Это Здорово Но Одними Ими Не наешься Хорошо Что В этот Момент Сыграла Музыка Призывающая Пионеров На обед День Только Начался А мне Уже Столько Все Пришлось Пережить Но я Выставил И теперь Имею законное право Наесться До отвала Сегодня я Пришел Не позже Всех Так что смог Занять свободный столик На обед Давали горуховый суп И рыбу В картофельном пюре Блин А если так То это получается Лишь одно Сейчас Может прийти Алиса Сесть К нас За стол И смотреть Убийственным Взглядом В нашу Сторону Вот таким И причем С улыбкой На лице Еще Вот такой Вот здесь Звездочка Будет Вот так Сверкать Ой блин Звездочка Сверкать Что типа Она нас точно Убьет Но все таки Алиса Спыльчивая А так мы Еще ее Голой Увидели Ну Как голой Верхнюю часть Увидели Конечно ничего Не разглядели Но увидели А это значит Что она На нас зуб Точит Сто процентов Нам нужно Вообще От нее Держаться Подальше Как можно Дальше Как вообще Подальше С Ульянкой Договорились А вот с Алисой Вряд ли Только если Через наш Труп Можно договориться На обед Давали Гороховый суп И рыбу С картофельным пюре Это меня Сильно Разочаровало Так как рыбу Я не ел Ни в каком виде А значит Калории Мой организм Получит Меньше Чем обычно О Скоро К моему Стольку Подошли Славя И Лена Можно Она мило Улыбнулась А Да Конечно Я встал И выдвинул Суду Ни Прошу Мое настроение В тот момент Было лучше Некуда Приятного аппетита Сказав это Лена Некоторое время Пристально Смотрела на меня Но потом Видимо поняла Что выглядит Несколько странно И уткнулась В свою тарелку Да и тебе Семен Есть какие нибудь Планы на день Нет Искренне ответил я Планов действительно Никаких не было Разве что Поиск ответов На то Скорее Глобальная задача Тогда не хочешь С нами Прокатиться На лодке До острова Остров Кажется Я видел его С пристани Зачем Ольга Дмитриевна Просила Земляники Собрать Там ее Много И она Такая Вкусная По выражению Лица славе Можно было Представить Вкус этой Земляники Даже не Побуя Земляника А зачем Не знаю Но по моему Идея отличная По моему Тоже Тем более На острове Я еще не был Да Пожалуй Через 10 минут Мы уже стояли На пристани Вот лодка Подожди Сейчас я За веслами схожу Я остался Наедине с Леной Ты землянику Любишь И то Что бы Очень Она Ну она Вкусная Лена улыбнулась Ясно Я не знал Что сказать дальше Как поддержать Разговор Если бы славе Не вернулась Мы бы наверное Так и сидели Молча До самого вечера Вот Она протянула мне Два Увесистых весла Ага Да Ой Блин А здесь славе На себя вообще Не похоже Вот честно Другой человек Сидит Да и волосы Стали Бель Ну как бы сказать Бледнее Это не желтый цвет Это Бледно Желтый Да и кожа Ее посветлива Пропорции Грудинь Ладно Ладно Че то я уже Заарканился На нее Мы забрались В лодку Я отвязал ее Оттолкнул отберка И кое как Начал крепсти Куда именно Отплыть то Вот туда Она показала Пальцем в сторону Острова Остров ближний Интересно Какой капитан Ее так назвал Остров то Действительно Близко к берегу А вас понял Если бы заранее Знать что Меня же впереди Крутым Групцом Меня не назвать Более того Я и на лодке Плавал до этого Всего раз И два в жизни Для острова Было всего Метров пятьсот Но весь путь Благодарим И стараниям Мы шли Зигзагами Примерно На середине Руки заболели Так сильно Что я бросил Весла Чтобы передохнуть А что Земляника Больше нигде Не растет Но я имею ввиду Места Более доступные Но там Самые вкусные Удивленно Подставила на меня Славина Тебе наверное Тяжело Кому припсти Вот Лена Сразу Поняла В чем дело Да Не Нормально Все таки Нельзя же допускать Чтобы мне Помогала Хрупкая девушка Основную часть пути Я думал только о том Как быть Живым Добраться до острова Славя с Леной О чем-то ковырели Но я их не слушал Просто не было сил Наконец Мы приплыли Совершенно Бессильный Я выбрался на бейки И посмотрел на лодочную станцию Она оказалась Так далеко Что я ощутил себя первым Человеком на луне Который наблюдает Восход к земле Держи Славя потянул мне К розинку Остров был небольшим Метров сто В длину Не более Он скорее напоминал Беруя зубу рощу Ровные ряды деревьев Покрывали всю его поверхность Под ногами Растилалось Спокойное Зеленое море Ветерок лишь Изредка Вызывал волны На поверхности Ох Ё-моё Прошу простить Голос засыхает О, блин Иван-чай Этот островок Казался просто Просто таки Райским местом Не удивительно Что именно здесь Растет самовкусная земляника Нам надо разделиться Так бы Быстрее управимся Да, наверное Но к розинке То только две Ровка заметила Лена Да Точно Это я не догадала И как мы разделимся Я пойду со Славей Извини, Лена Но Ты меня никак не привлекаешь У меня Манит Солнечная Славянка Еще голубого глаза Так что прости Ты в пролете Мне не хотелось Бродить здесь одному И я надеялся Что Славя Составит мне компанию Но спросить не решился Одна Одна Корзинка У меня Одна У вас Все очевидно Нет Давай я с тобой пойду Славя улыбнулась Давай Я несколько удивился Но в то же время Обрадовался Лена похоже Совсем не обиделась Жатва началась Землика здесь Действительно Была вкусной Я бы наверное Съел ее всю Если бы Воруя не остановился Ягода Размером с клубнику Ярко-красного цвета Да Мы точно Не зря сюда приплыли Славя шла Совсем рядом Так как Козинка У нас была Всего одна Я чувствовал себя Гребняком Заглядывал под Каждый кустик И внимательно Роюсь в траве Внимательнее Целая роза В землянике Осталась позади А Да Извини Ничего Тебе наверное Здесь нравится Ты ведь любишь Природу Конечно Славя улыбнулась Напоминает о доме У нас там Такие же Красивые березы Она мечтательно Позатаяла Куда-то вдаль Слушай Давно хотел спросить А чем ты вообще Увлекаешься А то ты целыми днями Занято Кажется Времени на отдых Совсем не остается Ну Она задумалась Не знаю даже Для меня отдых Это смена Виды деятельности Не Это понятно Но все же Я вышивать люблю И вязать Вот Славя достав Из кармана Платочек На нем Были вышиты Цветы Красные Желтые Зеленые Они Переплетались Причудливым образом Образуя Сложные Геометрические Фигуры Такой Типично Русский Рукодельный Цвет Платочек При виде Его Я сразу же Представил Славю Старином Сарафане Сидящей На лавочке Возле Покосившейся Избы Окруженной Толпой Рязвящейся Тетворы Но я Примерно Так же И Представлял Она Мне Вообще С самого Начала Прлекла Внимание Она Просто Уже Всех Девчонок Затмила Всех Всех И вся Очень Мило Спасибо Давай Я его Тебе Подарю Такое Предложение Меня Смутило Да Не Не Стоит Нет Вери Я Еще Раз Посмотрел На Платочек И Спрятал Его В Карман Спасибо Земледники Здесь Было Столько Что Через Каких То Пу Часа Корзинка Уже Наполнилась За краем Ну Видимо Все Да Набрали Немало Этого Запасом Хватит Когда Мы Вернулись К лодке Лена Еще Не Подошла И Одной Больше Времени Надо Чтобы Полную Корзинку Собрать Ну Да Наверное Я Посмотрел На Реку А Что Давайте Давай Вместе С ней Пойдем К ней Поможем Так же Быстрее Будет Вдук Она Там А Вдук С ней Что Случилось Ну А Что Мы Первые Пришли Хоть И Быстро Но Все Же Стоит Жиз Забеспокоиться Хоть И Остров Там Маленький О Вон Пристань По воде Весело Прыгали Солочные Затчики И Это было Единственным Что Напоминало О том Что Передо мной Все же Водная Гладь А не Зеркало Настолько Река Казалась Спокойной О чем Думаешь Вообще Ни о чем А Ты А Я Что Будет Когда Закончится Каникул Пойдется Вернуться Домой Покинут Эти Отлаги Увижу С ли я Когда Со всеми С кем Познакомилась Увижу С ли я Когда Нибудь С тобой Она Поставила На меня И В ее Взгляде Было Столько Тоски Что Я Не Нашел Со Что Ответить На помощь Мне Пришла Лена Которая Словно Из ниоткуда Привилась Перед Нами О Живая Ой А Вы Уже Тут Вот Она Показала Полную Кразинку Земляники Отлично Теперь Можно Отправляться Назад У меня Перед глазами Все же Стояло Лицо Слави А В ушах Звенели Ее Слова Грусть Тоска Это Те Эмоции Которые Были Так Нехарактерны Для Нее Может Быть Она Все Так Их Скрывает Замазкой Жизнерадости Ответа На этот Вопрос Я Не Знал Да И Не Мог Знать Возможно Позже Обратно Мы Доплыли Быстрее Потому Что Я Постарался Сконцентрироваться На Гребле И Не Отвлекаться Ни Первый Заплыв А Первый Заплыв Не Пошел Бесследно И В этот Раз Руки Начали Болеть Уже После Несколько Взмах Весела Веселами Блин Ой Блин Чай Горячий Пить Много Не Могу И Суха В Горле Ё Моё И И Чай Пришвартовав Лодку Я Обессильно Рухнул На землю Слава И Лена Склонились Надо Мной Если Тебе Было Так Тяжело То Сказал Б Да Да Не Не Ничего Страшного Сейчас Полежу И Все Пройдется Ладно Тогда Отнеси Корзинки Пожалуйста Ольга Дмитриевна А то У нас Еще Дела Есть Да Конечно Сейчас Я Был Готов Согласиться На Что Угодно Лишь бы Слава поставил корзинки полной земляники рядом со мной И весело О чем-то болтая с Леной Направились в сторону площади Самое тяжелое сделано Так я думал пока не встал и не взял корзинки Хе-хе-хе-хе После спортивной гребли Они казались мешками с цементом Хотя Вряд ли весили больше пары килограмм Каждые Из-за этого путь до домика вожатый Заня у меня куда больше обычного Приходилось останавливаться через каждые 50 метров Чтобы отдохнуть Когда я все же дошел То поставил корзинки на землю А сам с трудом Отпустился на шезлонг Ой, Гадмитровна Ой, Гадмитровна Я вам гостиницу принес Ответа не последовало Я с трудом поднялся И зашел в домик Внутри никого не было Не хотите Как хотите Я улегся жезлонг и затремал Если что, я так говорю Потому что я сам Когда чувствовал очень сильную усталость Я примерно вот так вот Отстаньте все от меня Я хочу отдохнуть Ну да, и затремал Примерно Да Если ты сильно устаешь То если ты ложишься То С высокой долей вероятности Ты практически сразу заснешь Усталость берет свое Вот так Опа Мне приснился странный сон Про земляничные гонки Я плыв в лодке Греб изо всех сил Чтобы спастись от огромных ягод Которые гнали за мной Руки уже отказывали Глаза заливали пот А Глаза заливал пот так Что ничего не было видно Кровь стучала в висках Но земляники все приближались Они скалили на меня Свои хищные пасти А, да постойте Пасти у земляники? Семен Семен Я проснулся Передо мной стояла Ольга Дмитриевна И засла меня за плечи Я смотрю Урожай вы собрали плохой Не так ли? Это все благодаря им Понятно Но это еще не все Действительно Я уже размечтался Хотел спокойно полежать Ты же знаешь Зачем это земляника Не имею Не малейшего понятия Просто собрали Я Сейчас Я вернулся Продолжаем Признался я честно Будем из нее делать торт А, ест Что же весьма и логично В честь чудесного спасения Шурика Ведь это все благодаря тебе Было понятно Что земляника Дело не ироничится И почему Скажите на милость Если я такой герой То праздник через меня Должен организовывать сам Ну, наверное Так вот У меня для тебя Есть ответственное задание Для торта Не хватает еще дрожжей Муки И сахара Все это надо Принести в столовую До ужина Те, кто Торт будут печь Не могут Как-то сами Жалостно Потесался я Конечно нет Они все заняты А без дела У нас в лагере Склоняешься только ты Хоть в ее словах И была изрядная доля правды Сейчас мне от этого Никак не становилось легче Более того Они послужили Контрольным выстрелом Итак, запоминай Дрожжей возьмешь В медпункте Муку в библиотеке Сахар в здании кружков Да ладно А че не на кухне Мне вот интересно На кухне что Не еда и хранится Нету Хранения еды Точно так же Например Макароны В доках Там Соль У вас Ольга Дмитриевна Под кроватью Сахар Вообще Ульяны С Алисой Ё-моё Ладно Дрожжей медпункт Мука Библиотека Сахар Так получается Виола Женя Ну Электроник Шуриков Не вопрос Подождите Не некогда Я спешу Удачи тебе Ой блин Она хитро Лбнулась И ушла Конечно В этом лагере Много странного Но Дрожжей медпункте Окей Это я понять могу Но Мука Библиотеки Сахар Нет Это уже выходит За рамки разумно Я смачно Плюнул себе под ноги Не хочу Не желаю В это верить Скажите Скажите Что вы меня Разыгрываете Да Вот Мне точно Такой же Вопрос Чего Хочется Совпадать Семеном Ну Баба Страда Если бы Это я Проигнорил Мука Библиотеки Дрожжей Бедпункте Блин Я конечно Знаю Что дрожжи Бывают Полезны Я был Вот В детстве Меня бабушка Кормила Ложкой Дрожжей Чайной Вроде Какая-то Какая-то Полезность Есть Я даже Не помню Какая Если бы Сейчас Передо мной Появилась Толпа Зеленых Жирных Троллей Каждый Из которых Считал Себя Обязанным Вдоволь Посмеяться Надо мной Я бы И не Удивился Может быть Ну и в этот Торт Некоторое Время Я обдумывал Как поступить Нет Если Такая Масштабная Задумка Ольги Митро Сорвется То мне Влетит Так что Мало Не покажется И усложнится Все И поиски Ответов Которым Я уже Давно Занимаюсь И просто Моя Обычная Жизнь Лагеря Похоже Придется Все же Ага Кружки Че у нас Ближе Сейчас Мы где Ага Мы сейчас Здесь Ну давайте Так вот Начнем Библиотека Медпункт Кружки Если Все Все Остальные Если Все остальные Пункты В списке Продуктов Для Торта Хоть как-то Укладывались Я долго думал Кому и зачем Она могла Там понадобиться Но ни одного Но ни одного Сколько-нибудь Толкового Объяснения На ум Не приходило Учитывая Суровый характер Жени Лучше сначала Постучаться Открыто Женя Внимательно Постал на меня Из-под очков Че тебе Ээээ Ты не подумай Ничего Мне бы Я не хотел Вылететь Вот Поэтому Решил Придельно Подробно Объяснить Сложить ситуацию Мне мука Нужна Ольга Миттон Сказала Что у нас Здесь Есть И я понимаю Что это странно Держать муку В библиотеке Но Меня к тебе Прислали А нужна Она для торта Отметить Спасение Шурика Да Есть у меня Мука Что-то такого Удивленно Ответил Женя В ту секунду Мне показалось Что я получил Чижовые Гири По голове И перестал Что-либо Понимать Мука Библиотеки Действительно Что есть Такого Мы жив Зазеркалье Я Алиса Сейчас я Вошедный гриб И отправлюсь Домой Эй Аа Да Я замечтался Подожди Здесь Сейчас я принесу Она скрылась За скрижными Шкафами А я скрыл руки На груди И принес Ождать Через пару секунд Послушался звук Скрипящих петель Можете помочь Крикнул я Сама справлюсь Крикнула Женя в ответ Она в погребе Так что придется Недолго подождать Хорошо Хорошо Пошло уже несколько минут А Женя так и не возвращалась Я уже начал волноваться Как вдруг Дверь в библиотеку Открылась И вошла Алиса Пора На тот свет Что можно перед смертью сказать Если она вдруг На нас Набросится Зачетная грудь Ну перед смертью Ты можешь все Что угодно сказать Все равно умрешь О, Ленин Ленин Ленин, да? Ленин Все Кроме Ленина Я тут никого не узнаю Ну Лично Не знакомы мне Эти портреты А что ты-то делаешь? А что нельзя? Грубо ответил я Алиса немного опешила Да мне какое дело? Кажись она забыла или нет Или она притворяется? Фыркнула она И направила к столу Жени Ты сама-то зачем пришла? Алиса пристально подстала на меня Оценивающим взглядом Затем Открыла рот Собирая что-то сказать Но вдруг Спохватилась И отвернулась Пряча что-то за спиной Книгу отдать Сказала первое Что пришло в голову Не твое дело Не очень уверенно Ответила она А что за книга? Алиса помолчала Ну дай посмотреть-то Ну интересно ведь Что читает мисс Не влезай Убьет Не твое дело В ее голосе было Еще меньше уверенности Ладно, ладно Я не настаиваю Хотя на самом деле Мне было очень интересно Что же такое читает Алиса Более того Я вообще удивился Увидев у нее в руках книгу Телевизор Кинул компьютер Если бы он здесь был Все это казалось Более подходящими развлечениями Для девочки вроде нее А тут Книга Блин Какой же выбор Е-мое Какой вкусный Это Иван Какой вкусный Чай Так Так А попытаемся Также с Алисой Поиграть Попытаться Выходить к книгу Алисы Хотя у нас Ничего не отбирало Вроде как Так что Проявим Осторожность Она же у нас Ничего реально Не отбирала Только иногда Угрожала Проявим Осторожность Конечно Она у нас Украла Либо просто Кошку сгубила В конце концов Это Алиса Все может закончиться Очень плачевно А мне еще продукты Для торта Соберят А ну Тоже аргумент Ладно Потом зайду Алиса Несмотря на меня Быстро вышла Из библиотеки Я задумался Что же могло быть В этой книге Такого Что она так стеснялась Ну вряд ли Парнушка В пионерской В пионерской библиотеке Во первых Смущенная Алиса Это уже само по себе Из ряда вон А тут еще и смущенная книга Хоча Чего теперь думать то Узнать никак не получится Наконец библиотека Огласилась Громогласным Стоном Жени Забирай Я пошел в шкафы С книгами И увидел вспотевшую Библиотеку Что сидевшую рядом С люком В погреб А рядом с ней Небольшой мешок Может быть у них Тут что-то типа склада Спасибо Я взял мешок И вышел из библиотеки А лучше подальше Слава богу Что он оказался Не очень тяжелым И на домике Ольга Дмитриевна Я его донес без усилий Ну медпункт Ох Мне начинает казаться Что в последнее время Я слишком уж часто Бываю в медпункте Что же Ничего не поделаешь Так складываются обстоятельства Я вздохнул Постучался Войдите Несколько Нараспев Ответил медсестра Здравствуйте Меня Ольга Дмитриевна Прислала за Я несколько замялся Дрожжами А да Конечно Она шо Околобнулась Только у меня их нет Пионер Как так Она сказала что Ну раньше были Да Кончились Я даже не стал спрашивать Зачем они вообще понадобились Медсестре Впрочем Ты не расстраивайся Могу подожить тебе Аспирин Например Может быть Ну может быть Он мне не помешал бы Где же мне тогда их достать Я вздохнул А вот Она открыла ящик И достала какую-то бутылку Я присмотрелся Пиво Останкинское А что такого Пиво тоже под угрожением Она просто Подстроила на меня И никто не заметит Хе-хе-хе-хе Да В ее словах была логика Но все происходящее Казалось мне настолько Гротескным Что я не сразу нашелся Что отменить А Ну а вы уверены? Абсолютно Ну ладно В карман Шон бутылкой Яна не лизала Спасибо Не уверена Повремя у меня И вышел из медпункта Не Пиво наверняка Может иметь дрожжи Даже моих Скудных знаний по химии И биологии Хватит Чтобы поверить в это Но Вообще Ходить с бутылкой в руках Мне сразу показалась Не лучшая идея Поэтому я решил отнести Ее в домик Ольги Митриевны И спрятать там Но и до него Надо было добраться так Чтобы пиво Не заметили Я отсылу бутылку Под рубашку Все бы хорошо Но на почте меня Окликнуло Славя Фух Ладно Давайте-ка Именно на этом моменте Мы пока и закончим С вами был Аркадий Подписывайтесь Ставьте лайки Все пока До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok